Что бы ни случилось в России, а выборы на пеньках всегда по расписанию, это важно ЦИК разрешил провести досрочное голосование в приграничных с Украиной регионах В том числе в оккупированной Курской области, там где идут бои Для обеспечения безопасности выборов Памфилова даже разработала какие-то соответствующие меры Что за меры, никто не знает, но соответствующие Да? Да. Правда? Ну, ты знаешь, я так рад Билли, я просто счастлив Вот вы знаете, как по мне, это дурной сон какой-то, издевательство, ни больше, ни меньше Часть российской территории попала под самую настоящую оккупацию Противником заняты и контролируются почти три десятка населенных пунктов на площади в сотни квадратных километров Там ведутся ожесточенные бои, пули летают, снаряды, мины рвутся Введен режим КТО контртеррористической операции Объявлена чрезвычайная ситуация, причем федерального значения даже Где-то прямо сейчас люди сидят без электричества, связи, еды и воды Они напуганы Разумеется, ждут какой-то помощи А Памфиловы им из Москвы Не переживайте, дорогие соотечественники Мы для вас выборы досрочно организуем А им, блин, сейчас только до выборов Как раз, ой, не цинизм, а Это реальная журналистика Нет слов, одни эмоции Тема сегодняшнего выпуска Поехали! И, кстати, да, уже в пятом районе Курской области Объявили об обязательной эвакуации Замечу, не просто об эвакуации объявили В данном случае она обязательна И это не обсуждается Координировать процессы выезда местных жителей Будут силовые структуры, военные Местная администрация и дружинники Говорится в заявлении губернатора региона Смирнова В Лужковском районе живут больше 20 тысяч человек Он граничит с Украиной Всего из Курской области нужно эвакуировать 180 тысяч жителей Большая часть уже вывезена Сообщил ранее глава региона В первую очередь были эвакуированы районы Которые расположены ближе всего к границе То есть, представляете, десятки тысяч Наших соотечественников Вынуждены оставить свои дома Своё имущество, которое наживали десятилетиями Скотину, огороды и так далее И поехать в никуда В прямом смысле в никуда Непонятно на какой срок Поставьте просто себя на место этих людей В пакетах с гуманитарной помощью Собранной неравнодушными жителями Курска Ира ищет самое главное Для себя Пара минут и вот Чего нашла? Покажи Знаете Знаете? Семья этой девочки покидала свой дом в считанные минуты Не успели даже вещи толком собрать Взяли трех детей, сели в машину и выехали из Суджи Во время записи этого интервью Алексей так и не смог связаться со своим тестем Не знал, жив ли тот вообще И его здесь нету И вы обзваниваете И не знаете Ну пока неизвестно Вроде бы вчера с кем-то созванивались Где-то на днях видели его А что сегодня не знаю И много такой ситуации у других, да? Да А чем же в это время занимаются депутаты Ну которых Памфилова тем беженцам Досрочно избирать разрешила Я вам расскажу Пожалуйста, всеми нами любимый Милонов Который чуть ли не прямым текстом на медне Сказал, мол, для спасения утопающих Дело рук самих утопающих По цитатам просто пробежимся Я думаю, что эвакуироваться должны только женщины, дети, старики А мужики обязаны показать, что они мужики И пойти защищать родину Причем парламентарий подчеркнул, что все мужчины из приграничных районов Должны присоединиться к противостоянию с украинскими диверсантами Почему они считают, что кто-то за них должен что-то делать? Чем быстрее люди это поймут, тем лучше для Курской области Браво танцующим Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно А вам должны ваши родители Ну, потому что они вас родили Государство их не просило вас рожать Сколько можно я? Кстати, хочу напомнить, что происходящее под Курском в данный момент Не только под Курском, впрочем, имеет статус еще раз Контр-террористической операции, не войны Официально там проводится зачистка от террористических бандформирований Вопрос А кто у нас должен бороться с террористами? Не напомните, чья это зона ответственности? Правильно Спецслужб, МВД, Росгвардии Вот и Путин на медне поручил именно этим структурам Обеспечить, цитата Эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника Но об этом Милонов почему-то не говорит Он не призывает Бортникова, Колокольцева или Золотова Перекинуть под Курский или там Белгород из других регионов Дополнительные силы ОМОНа, спецназа, гвардейцев Нет, он обращается к пахарям, к трактористам Комбайнерам создавайте отряды ополчения Спасайте себя сами Во всяком случае, так получается Значит Острая тема Или другой депутат вашему вниманию Уже знакомый по моим прошлым выпускам Член Совета Федерации Косихина Да вообще заявила, что бороться в текущей аховой ситуации Нужно в первую очередь с так называемыми военкорами А затем и вовсе предложила сажать их За фейки о боях под Курском Цитата Считаю, что в данном вопросе необходимо наказывать Вплоть до уголовной ответственности Лид, занимающихся блогерской деятельностью И разносящих через соцсети или мессенджеры Непроверенную и основанную исключительно на личных домыслах и убеждениях информацию Ну, типа, такая безответственность приводит к распространению тревожных настроений А порой и откровенной панике Предатель Родины Понимаете? Есть такое понятие Предатель Родины И вот тут надо сказать, что штатные кремлевские пропагандисты Из Шайки Соловьева, например, обрадовались данной идеей Больше всех Как давай качать эту тему дальше? До сих пор качают Очередная волна припадков паники и истерики Нас накрыло вчера По поводу того, что все Еще в одном месте осуществился прорыв Там все чудовищно Там опять же прорывается Там уже захвачены села, города, деревни И когда не бывший ни на линии боевого соприкосновения Ни не служивший в армии какой-нибудь подоляка Заделывается военным экспертом Нам рассказывает Зачем это лучше, чем вот этот мужик, переделанный в бабу? И побеждающий в женском боксе Ничем совершенно не лучше Да что ты, черт побери, такое несешь? Только не подумайте, что из каких-то высоких патриотических чувств и соображений Пропагандисты все эти визги устроили Да просто у них уже давно зуб на тех военкоров А причина, как всегда, проста и банально Кормушки-то на всех не хватает Ну не резиновая корыца Впрочем, все то, о чем я вам только что рассказывал Это вообще цветочки Это такие лайтовый вариант Потому что пропагандисты тут до такого договорились Я когда он ее услышал, у меня волосы дыбом встали Причем везде, где только можно, готовые Тогда суть, а потом сразу пруфы Да ладно вам, дорогие соотечественники Чего вы нервничаете? Ну ничего же страшного не произойдет Если Россия, в принципе, потеряет ту Курскую область А может даже и все приграничные территории Страна-то у нас большая, господи Регионам больше, регионам меньше А произошло это не где-нибудь А в эфире одного из трех главных телевизионных каналов страны На НТВ Все, дальше не пересказываю Сами смотрите и слушайте внимание Иногда на войне происходят плохие вещи Что касается нам Как нам успокоиться? Ну, постараться смотреть цинично Хотя это безумно тяжело Поменьше эмоций Посмотреть на карту На карту России желательно И сопоставить с картой огромной России Вот эти потерянные территории Это очень важно Да, эвакуировать надо со всего приграничья Да, со всего Готовиться к наихудшему варианту Готовиться к тому, что этими территориями Дай бог без людей Чтобы вывести все Включая старушек Придется пожертвовать Да ты что, сын, самозванец Казенной земли разбазариваешь Так никаких властей не напастешься Я правда не знаю, как это комментировать Вот честно не знаю У меня нет слов Это какой-то полный привет Это какой-то позор Все Не хочу продолжать Дальше переваривать услышанное Готовиться к наихудшему варианту Готовиться к тому, что этими территориями Дай бог без людей Чтобы вывести всех Включая старушек Придется пожертвовать Это была реальная журналистика сегодня Вот так Подписывайтесь на канал Лайки, репосты приветствуют Солнное помогает по движению видео В соцсетях тоже жду Друзья, добавляйте с темы Предлагайте Поднимем, обсудим Пока-пока Продолжение следует...